Доброе утро, друзья. Всем привет. Решила попытать счастье у зубного врача. Поеду и буду брать его нахрапом. Может быть, меня примут без термина, без записи. Удачи мне. Приятного просмотра. Вот в таком вот месте находится врач мой. Да, никаких тебе офисных зданий. Просто частные домишечки. Ну вот я доехала до своего стоматолога. Он находится вот в таком милом частном доме. И вообще тут у всех врачей вот такая вот частная практика. Они все располагаются в своих же домах на нижнем этаже. В спальном районе абсолютно такой милый дом, украшенный зеркалами. В этом же доме располагается еще какая-то практика, оазис. Кстати, у врачей называется практика. Не больница, не поликлиника. Это практика. Практика доктора такого-то. Мой, например, ухо-горло-нос называется доктор Осень. В смысле, у него фамилия Хербст. Ну, удачи мне. Может быть, меня примут без записи. Ну вот я в поликлинике. Точнее, на практике у доктора, у своего стоматолога. И меня обещали принять. И сказали, что ничего страшного, что я прошла без записи. И, соответственно, у вас есть некоторая возможность посмотреть, как внутри вот эту кинемию. Я вам покажу сейчас. Здесь можно попить кофе перед приемом к стоматологу. Это Альмельдонг. Это стоечка регистрации. Соответственно, тут посидят регистраторы. Вот такая атмосфера приятная. Можем читать брошюрки, газетки. Жаль, что я пока не настолько знаю язык, чтобы читать местную прессу. Ну, вот узнаем, сколько я буду ждать. А еще тут показывают различные ролики. Вот тут висит телевизор. И примерно такие же ролики можно посмотреть уже на приеме врача, когда тебе будут сварить зубы. У нас такие релакс-картинки, мебель. Давайте посмотрим, чем тут можно угоститься. Я тут свои зубы начищала вовсю. Тут, оказывается, можно кофе сидеть пить. Хотя я считаю, что к стоматологу нужно приходить с чистым ртом, а не с кофейным налетом и с приятным кофейным послевкусием. Туалеты все тоже очень по-домашнему, как будто я пришла не к врачу, а к кому-то в гости. Конечно же, информация о зубах. Смотрите, цветочки стоят, всякие картиночки. Приятно, мило, улыбаешься вернуть. Картинка о том, что люди там с машиной что-то делают. Вот такие вот поликлиники в Астрии. Поэтому все люди сюда так стремятся и так долго надо термин ждать. Потому что тут как долго. А у меня есть время, заснимаем кабинет. Смотрите, вот это вот стул, тут вот телевизор. Телевизор можно во время лечения зубов смотреть. Конечно, так не во всех кабинетах. Это именно здесь стоят вазы с цветами. Мои зубы. Вот мне уже сделали снимок, так как я призналась в том, что пока я была в Москве, я сделала себе твой пломбы и требует соответственно обновления информации. Обязательно делают снимок. Вообще всех зубов. Вот я, привет. Зеркальце. Красота. Как вот свечка. Вон столик. Ваза. У нас такого нет, не правда ли? Это я уже в нагруднике. Мне сейчас предстоит. Всякое разное. Вот и закончилось мое зубное приключение на сегодня. Я говорю немножко невнятно, потому что мне отошла заморозка. Ну, что я могу сказать. Врач мне этот нравится. К нему я ходить еще буду. Мне сделали пломбу. Зашла я во врачебный кабинет в районе двух часов. То есть я сильно долго не ждала очереди. Несмотря на то, что я была без записи. В два часа я пришла. И сейчас три часа. При этом я больше ждала в кабинете. Пока подойдет доктор. Пока подействует заморозка. А так все манипуляции доктора произвела достаточно быстро. Я даже как-то не успела оглянуться, как уже все закончилось. Всю дорогу я смотрела Том и Джерри. И теперь по поводу цен. Пломба мне вышла 67 евро. И 24 евро 60 сколько-то центов. Вернется мне потом на карточку. Эти деньги вернет мне страховая. Возможно это дорого. Возможно это недорого. Но да, тут есть варианты бесплатных врачей. Но я очень люблю свои зубы. Настолько, что я готова тратить на них деньги. Не доверяю их абы кому. Поэтому я хожу именно к моему врачу. Который меня понимает. Делает все хорошо. Качественно. И я довольна результатом. Следите за своими зубами. Ходите к стоматологу. Не бойтесь их лечить. Ходите вовремя. Тогда у вас будет меньше проблем. Если у вас проблемы с терминами. И вас также записали на 8 марта. И вы живете в Австрии. Приходите без записи. И будет вам счастье. До новых встреч друзья.